Друзья, привет! Перед тем, как начать это видео, я попрошу вас внимательно посмотреть на эту фотографию. Девушка с забавным прозвищем Изо на этих фотографиях выглядит как модель. Вы бы поверили, если бы я сказала, что она убила свою мать. 18-летняя Изабелла Гузман нанесла 151 ножевое ранение своей биологической матери Юн Михой в августе 2013 года. Однако в суде она была признана невиновной из-за диагноза шизофрения, поэтому вместо тюрьмы она была доставлена в психиатрическую больницу. Слово Изабелла Гузман никак не подходит под описание и внешность стандартной убийцы. На ее странице в фейсбуке были также безобидные фотографии, которые выражают ее личность. И ее собственные фотографии в футболке с Хэллоу Китти. Сейчас оригинальный профиль на фейсбук недоступен. Детективам так и не удалось понять, в чем дело конфликта ее с матерью и почему она все-таки решилась на это действие. По словам властей, Изабелла часто дралась с матерью, а за день до инцидента девушка отправила матери электронное письмо с угрозами. Ты заплатишь. 28 августа 2013 года в первые половины дня в их дом прибыли полицейские по заявлению о домашнем конфликте. Однако позднее они заявили, что не обнаружили в доме признаков вражды или гнева. Тогда 18-летнюю Гузман предупредили, что за такие действия ее могут выгнать из дома. Ее биологическая мать Юн Ми была владелицей портретной студии в центре города и часто работала по 12 часов. Роберт Гузман, ее биологический отец, говорит, что мать всегда старалась Лея Изабелла сделать все самое лучшее, но дочь, к сожалению, этого не ценила. Бывший муж также рассказывал, что в студии матери часто работала и сама Изабелла. Школу девушка бросила. Но что же случилось в тот день, когда жизнь Изабеллы и всех членов ее семьи пошла совершенно другим путем? По словам отчима Райана Хоя, Изабелла весь день не выходила из своей комнаты. Во второй половине дня в гости к девушке пришел ее биологический отец Роберт Гузман. Ему позвонила бывшая жена, чтобы та поговорила с дочерью, поскольку Юн Ми, биологическая мать, очень боялась девушки. Гузман разговаривал с дочерью на заднем дворе, он рассказывал ей такие основы, как она должна уважать, любить, ценить свою мать, своих родных, не повышать на них голос и так далее. И он тогда действительно думал, что ему удастся достучаться до дочери и она прекратит свое такое не самое правильное поведение в отношении матери. Однако в 22.11 Райан Хой позвонил в 911 и сообщил, что Изабелла измерила его жену и закрыла с ней ванной. И все это произошло, когда Райан, ее отчим, был дома. По его словам, в 21.30 его жена только вернулась домой и сразу пошла в ванную, чтобы принять душ. Райан ужинал, когда услышал наверху странный глухой звук, и жена выкрикнула его имя. Он взбежал вверх по лестнице, но Изабелла быстро хлопнула дверью и заберла ее изнутри. Затем он увидел, как из-под двери начала вытекать кровь. Вскоре после этого Изабелла вышла из ванной, держа в руке нож и, глядя перед собой, вышла из дома. Райан Хой попытался помочь жене, но взглянув в ее глаза, понял, что она уже была летва. По словам мужа женщины, он не слышал, чтобы Юн Ми о чем-то разговаривала с дочерью после того, как вернулась с работы. Из дома Изабелла вышла только одетая в розовые спортивные бюстгальтеры и бирюзовые шорты. Как выяснилось позднее после убийства, Гузман пошла в торговый центр, чтобы помыть волосы и отмыть в целом себя от крови. Работникам торгового центра она соврала и сказала, что ее изнаниловали и просила не сообщать в полицию, потому что ее отведут домой, а она очень боится отца. На следующий день Гузман была арестована в гараже офисного здания на Баркер-Роуд. Полиция была вызвана туда после сообщения о трупе в машине. Тело они не нашли, но нашли предметы в машине и вокруг гаража, которые, по их словам, связаны с убийством Юн Ми. При задержании девушка сообщила, что она вовсе не Изабелла Гузман. Она представилась с Самантой Гонзалес из Цинцинати. Она отрицала все, даже паспортные данные. Она показывала свой паспорт и говорила, да, это человек похож на меня, но это не я. На этом чудеса не закончились. Позднее, когда Гузман уже заключили в камеру, должен быть суд над ней. Она отказалась выйти из камеры, поэтому судебное заседание отложили на другой день. Почему Адан так странно себя вела? Ее биологический отец прокомментировал эту ситуацию. Изабелла хороший ребенок, у нее доброе сердце, но, честно говоря, я не знаю, что должно было произойти, чтобы спровоцировать такую ситуацию. А ее отчим Райан Хой рассказал, что Изабелла была настоящей проблемой. Когда Той было 7 лет, жена уже отправляла ее жить к биологическому отцу из-за невыносимого поведения. Однако, по словам тети, отношения девушки с матерью были нормальными. Она даже частенько баловала дочью. По ее словам они могли повздорить, но Изабелла ни за что не прибегнула бы к насилию. Женщина сказала, что чувствует, будто некоторые аспекты полицейского расследования остаются незавершенными. И в этом деле есть что-то еще. Впоследствии видео суда над Изабеллой Гузман распространилось вообще везде, в том числе в ТикТоке. Я думаю, вы видели отрывки этого ролика. На нем Изабелла явно не выказывала никакого раскаяния за свои действия. Она улыбалась и гримасничала на камеру. Мы можем увидеть, что на этом ролике Изабелла никак не раскаивается. У нее нет сожаления на ее лице. Экспертиза подтвердила, что Изабелла больна психическим расстройством. Параноидальная шизофрения. Ей свойственны и все такие типичные симптомы, как бред, галлюцинации. И не исключено, что в своей матери она сделала в состоянии аффект. Потому что при этом заболевание стирается грань между реальностью и воображением. Поэтому человеку больному сложно определять, что сейчас творится в его голове. Или это реальная жизнь. Тех пор и по сей день Изабелла лечится в психиатрической клинике. Прокурор, который действовал при этом деле, назвал это очень трудным решением. На первый взгляд, когда вы смотрите на это дело, вы видите ужасное и жестокое убийство, совершенное дочерью по отношению к своей матери. Я никогда раньше не видел человека с таким количеством ножевых ранений. Она же нанесла ей более 150. Несомненно, вы хотите, чтобы этот человек понес полную ответственность за содеянное. Но наша система заключается не только в наказаниях или тюремных заключениях. Здесь должно коловенствовать правосудие. Мы просто обязаны обратить внимание на такой фактор, как психическое здоровье. А в данном случае наблюдается наличие психического заболевания, которое не позволяет подсудимые отличать хорошее от плохого, как юридически, так и морально. Доктор, который тоже действовал при этом деле, отмечает такой факт. У нее наблюдаются явные признаки галлюцинации. Девушка периодически смотрит в космос, разговаривает с несуществующими людьми и часто смеется про себя. Когда прокурора спросили, как долго Кузман будет находиться в психиатрической больнице, и опасна ли она будет после выхода, он ответил, что неопределенное время. До тех пор, пока власти штата не подтверждят, что этот человек более не опасен для общества. Но вы же понимаете, что шизофрении живут всю жизнь. И можно только вывести это заболевание в стадии ремиссии. Но по каким показателям докажут, что она больше не опасна для общества? Одетая в оранжевый комбинезон и кандалы на запястьях и ногах, Кузман внимательно слушала судью. Ближе к концу слушания глаза из Забыла начали слезиться, и она посмотрела в камеру и указала на свои глаза, как бы привлекая внимание к этому факту. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это очень жестокая действия. Это очень жестокая действия, которая получила свой резонанс в обществе. К сожалению, такие ситуации бывают, и никто не застрахован от психических заболеваний, которые могут привести, если это все в определенном порядке лечить, не приводить к ремиссии. К сожалению, такой исход может быть. Друзья, пишите комментарии, свои мнения по поводу этого случая, оценивайте это видео. Не забывайте подписываться на канал. До скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok